Привет, мои хорошие! С вами Селена Свои. Сегодня снова непростое видео. Сегодня видео по запросу от моих подписчиков. И сегодня будет видео, может быть, вы догадались, я вся такая в белом. Видео сегодня пойдёт о свадьбе, о замужестве. Этот запрос сделала Ирина Шаповалова. Она задала мне вопрос, расскажите, пожалуйста, как вы вышли замуж, как вам предложение сделали, как готовились, какое платье, в общем, какие впечатления. И она говорит, что я такая вот вся интересная девушка, и что, скорее всего, у меня это было как-то необычно, суперски. В общем, хочется, чтобы я рассказала. Привет тебе, Иришка! Очень интересный вопрос, давно я об этом уже не вспоминала, но расскажу. На самом деле не так всё заоблачно, как, может быть, кажется вам. Но постаралась рассказать это всё быстро. Я была замужем очень-очень давно. И, как и любой девушке, как я поняла на сегодняшний день, да, как и любой девушке, хочется, чтобы однажды это случилось сказка. Но на самом деле, я уже спешу разочаровать, ничего нету в этой сказке прикольного. Была у меня свадьба, был у меня муж, и был у меня такой же скоропостижный развод, так как это было всего 19-20 лет мои. Была свадьба, предложения мне особо никто не делал, как-то мы так вроде бы понимали и так. Даже после определённых некрасивых шагов моего бывшего мужа, я всё равно вышла за него замуж, потому что детская любовь, что поделать. В общем, организовала сама всю свадьбу эту, платье выбирала себе в своём городе. Ну, я выходила сам уж и в Москве, приезжала в Ростов-на-Дону, выбирала себе платье, какое-то красивое платье купила. Лимузин был белый, большой, красивый, заказали. Столовку какую-то там мы арендовали у знакомых. Какие впечатления? Впечатления? У меня даже фотографий не осталось, потому что я всё уничтожила, что касается прошлой жизни. Я никогда не возвращаюсь туда, и если там ничего хорошего не было вспомнить, то я стараюсь не хранить ничего, поэтому не покажу вам ни одной свадебной фотографии. Что впечатления были? Я помню, что я была очень-очень нервной. У меня была дружка. Одна или две, две, две. Я вообще хотела три дружки себе. И, в общем, одна из них больше всех, конечно, переживала за меня, носилась везде со мной. Но я помню, что я всё время кричала. Всё время кричала, у меня там шпилька выпала. Зима ещё была, мы зимой женились. То есть, что-то там грязь, то держите мне платье, то, блин, цветы куда-то падают. В общем, я была нервная. И мои гости, которые приезжали ко мне с моего города, они даже ещё кричали, срочно невесте валерьянки. Она нервная, просто ужас. Всё, в принципе, неплохо прошло. Обычная свадьба, то есть ничего такого супер-пуперского не было, да. И на сегодняшний день, уже спустя много-много лет, я древняя уже мадам, есть у меня мужчина, есть у меня муж. Я его называю своим мужем, гражданским мужем. Потому что я считаю, что, ну, как бы, если в штампе стоит печать, и вы со своим мужчиной вообще что-то не находите общий язык... А я что сказала, в штампе печать? Если не в штампе, у меня здесь дублёр подсказывает мне, если я заговариваюсь. Если вы... Я считаю, что если у вас в паспорте печать о том, что вы замужем, но вы со своим мужем не находите общий язык, то это вообще, короче, плохо. А если вы... У вас не стоит в паспорте печать, да, но у вас просто идеальный мужчина, в котором вы души не чаете, которого вы любите, который вас боготворит и заботится о вас, вот это дело. И этот штамп ничего не играет. Что на сегодняшний день, спустя всё это время, да, конечно же, девчонки, которые не выходили замуж, обязательно выйдите. Выйдите и выдохните. Выйдите и... Войдите туда, выйдите и выдохните. Ничего там нет особенного, ничего не прикольного, это просто штамп, это просто социальные какие-то вот такие, знаете, правила, что ли, вот вроде бы там была ты замужем, не была. Когда девушка уже была замужем, она вообще расслаблена по этому поводу, ей не нужно туда, ей просто бы иметь хорошего мужчину рядом. Ей никакой штамп не скрепит всё это, ещё сильнее, чем оно есть. Может даже разрушит. У меня, кстати, есть видео о том, про брак, брак и кому нужен моё отношение к этому. Я вот ссылочку оставлю где-нибудь внизу или вот здесь где-нибудь в информации. Что касается сейчас, да, конечно, мой мужчина сделал мне предложение, да, но не так, что мы прям... Прям что-то прям нереально красивое, да, но просто дал понять, что он хочет, чтобы я была его женой, что я была бы его женщиной на всю жизнь, чтобы я была матерью его детей. И это было сказано искренне, естественный момент, то есть ничего, никакого, там ресторан, кольцо, вот ты там моя и тра-ля-ля. То есть нет, этого не было, я к этому вообще отношусь как к какой-то постанове, именно удовлетворить своё внутреннее какое-то, вот эти вот все красивые, даже иногда ржать хочется, когда такое происходит. Но всё равно это трогательно, конечно, я понимаю, но не в этот раз уже, не со мной, да, может быть какой-то девочке 19-летней, 20-ти, всё это будет приятно, это актуально, это супер, это клёво, когда это в первый раз, конечно, это запоминается. А так, я думаю, что мы распишемся когда-нибудь, не знаю, когда. Чисто для друзей, наверное, чтобы собрать, чтобы вот лишний раз просто собраться всем вместе, всем близким, да. Ну, может быть, пофотографироваться, вот что-то такое на память сделать. Ну, знаете, лайтово, не для того, чтобы прям, да, печать. Либо, если это нужно будет срочно, нужны будут нам печати, какие-то вот сделки с государством, как я называю это, да, то мы просто пойдём в джинсах, в майке распишемся, я не знаю, и выпьем вечером с друзьями. Не знаю, как это будет, у меня, конечно, мужчина мой, он такой любит на широкую ногу погулять, и, возможно, конечно, устроит праздник для всех людей, опять же, не особо для нас, сколько для всех, чтобы погуляли и порадовали за нас наши близкие. Ну, когда это будет, не знаю, я этого особо не жду, всё будет естественным путём каким-то, так что я простая девочка, и всё у меня очень просто, ничего особенного, ни на эфелевой башне, ни на предложениях не делали, колец с огромными бриллиантами именно с предложением мне не дарили, мне мой мужчина просто их дарит, просто так. Если у него хорошее настроение, или у меня хорошее настроение, в общем, тоже спонтанно очень, неожиданно, в общем. Ну, в общем, мне кажется, я всё сказала. Всё сказала. Вот, девчонки, выходите замуж, пробуйте, не получается, выходите оттуда, расслабляйтесь, ищите себе настоящих мужчин, чтобы у вас всё было прекрасно, хорошо, чтобы вас любили и вы любили, потому что тогда будет гармония. А с вами была Селена Свей. Если моё видео было вам интересным, полезным, ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан. Столько много интересного я для вас готовлю. Обязательно присылайте мне видео по запросу в комментариях, прям, может быть, вы что-то хотите ещё услышать от меня, из моей жизни, то, что я, естественно, могу рассказать. Вы, ну, как бы, пишите, да, я с удовольствием сделаю для вас специальное видео по запросу. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Как я выходил за... Как я уже так... Субтитры сделал DimaTorzok